Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Ход Господень в Иерусалим – один из двенадцати главных церковных праздников. Что же празднуют христиане в этот день? Обратимся к свидетельству евангелистов. Близился праздник Пасхи. В этот день иудеи вспоминали исход из Египта. Торжества длились несколько дней, и в этот период все жители страны стремились побывать в Иерусалимском храме. Христос с учениками также отправился в Иерусалим. Они остановились недалеко от города, у Елеонской горы, близ селения Вифания. По указанию Христа апостолы привели к Нему ослицу с молодым осленком. Сын Божий сел на осла и направился к Иерусалиму. Апостолы пошли следом. К тому времени в Вифании собралось множество людей, прослышавших о случившемся там чуде. Иисус воскресил своего друга, недавно умершего, Лазаря. Весть об этом облетела и весь Иерусалим. Стали говорить, что этот чудотворец и есть предсказанный Спаситель, посланник Божий. Он-то и освободит Израиль от власти Римской империи. Совпадало даже время исполнения пророчеств – праздник Пасхи. Народ вышел встречать Христа и апостолов. Восторженные люди кричали «Благословен грядущий во имя Господне!» Асанна, то есть спасение или слава. Они бросали на землю одежды, приветствовали его пальмовыми ветвями. В Евангелиях для описания пути Спасителя используется старинная форма глагола. Христос не входит, но восходит в Иерусалим. И действительно, тяжела эта дорога для Сына Божия. Несколько раз говорил он ученикам, что пришло время, когда Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть, и предадут его на поругание и биение и распятие. Но даже самые верные и преданные друзья не понимали, не слышали его. Понимаем и слышим мы, стоящие на праздничной службе. Церковь словно переносит верующих в самый центр той самой ликующей Иерусалимской толпы. Мы преисполнены радости и благодарности за то, что Господь послал Сына Единородного, чтобы спасти людей. Но также сострадаем тому, что предстоит пережить Христу, который взойдет на крест за всех нас. Следующую страстную неделю мы пройдем рядом со Спасителем, будем свидетелями Его страданий. В песнопении праздника Входа Господня в Иерусалим Церковь говорит, как же нужно правильно прожить эту самую трагическую неделю года, быть рядом со Спасителем. Сегодня благодать Святого Духа нас собрала, и мы все, взяв крест Твой, воскликнем. Благословен грядущий во имя Господне!